Праздник очень серьезный, очень серьезные все мероприятия, и я попрошу всех коллег к этому подойти ответственно. В городе воинской славы запланированы десятки праздничных мероприятий. Они соберут в Анапе тысячи участников и зрителей. Юрий Поляков акцентирует, должно быть продумано все. 8 мая традиционно анапчане зажгут огонь памяти. В 20.30 у мемориала «Вечный огонь» начнется церемония зажжения пакелов. Почетное право зажечь пакелы будет предоставлено лучшим учащимся морского пограничного лица, отличникам учебы. От пакела зажгутся сотни свечей участников мероприятий в памяти погибших. В 20.50 у мемориала «Вечный огонь» по маршруту переулок Кордоны, проспект Революции, улица Ленина, морской порт начнется пакельное шествие жителей гостей города. Общее количество участников предположительно составит 2000 человек. 9 мая в 10.00 на Театральной площади пройдет марш-парад воинских частей. Всего 13 парадных расчетов, а следом людская река памяти «Бессмертный полк». В сквере Гудовича 9 мая с 11.00 развернется театрализованный солдатский привал. Кашей в этом году планируют накормить уже 5000 человек против прошлогодних 3000. Вот только расположение всех полевых кухонь на одной площадке у главы Анапы вызвало вопрос. Предложение, то есть я обратил внимание на схеме, что все кухни сосредоточены на каком-то пятаке. То есть вот 5000 человек, грубо говоря, должны зайти с периодичностью там в одном месте. Максимыч, вы как на это смотрите? Вы правы. Надо растянуть, чтобы не толпились. Пересмотрите совка с размещением кухни. Надо пересмотреть. Обеспечивать безопасность будут сотрудники полиции, муниципальная народная дружина и казачество. Все силовые подразделения и экстренные службы в праздничные дни работают в усиленном режиме.